Шалом, друзья! С вами Исраиль Парибский, Равин-блогер и семейный консультант. Сегодня мы поговорим на странную, но фундаментальную тему. Зачем вообще нужны два пола? Кто придумал этих мужчин и женщин? Почему бы человеку не размножаться почкованием? Почему гомосексуальные пары не могут иметь детей? Что это за дискриминация? Почему так устроена природа? Итак, одна из самых фундаментальных идей еврейской мысли, иудаизма, заключается в том, что, возможно, в эту мысль слышали таким образом «все, что происходит от Бога». Есть у этой мысли более глубокая формулировка «все, что происходит, имеет смысл». Есть еще более глубокое понимание «все, что происходит, имеет причину, а значит, то, что мы находим». Вокруг себя, в реальности – это всего лишь отражение глубоких, смысловых причин этой реальности. Об этом говорит Платон в своей самой известной притче про пещеру. Когда люди живут в пещере, они знают, что есть что-то вне пещеры, и они видят тени. И они думают, что это и есть реальность. А на самом деле это отражение того, что происходит вне пещеры. Говорит Платон, так же и мы, мы видим что-то, но это всего лишь следствие причин. Если бы мы знали причины, мы не смогли бы воздействовать на причины и эффективно жить. Потому что поймать тень невозможно. Что ты сделаешь в тень? Это всего лишь отражение. Если мы не понимаем, зачем мы в этих отношениях, зачем нам этот супруг? Кто это все придумал? То нам сложно будет эффективно с ним взаимодействовать. Потому что будем реагировать только на следствие. Только на его действия будем реагировать. Тень побежала, мы испугались. Но что происходит? Почему он так себя ведет? Мы никогда не поймем. Итак, зная этот принцип, что все имеет смысл и причину. Мы можем сказать, что люди размножаются таким образом, потому что это отражает какие-то глубокие смыслы, скрытые в реальности. Не скрытые, а открытые таким образом в реальности. Звучит это как какая-то эзотерика. Но на самом деле это эволюционная биология. Что я хочу сказать? Что мы размножаемся половым способом именно потому, что это максимально эффективный способ существования в мире. То есть мир устроен так, что в нем половое размножение более эффективно, чем другой, более простой вид на размножение. Что в мире не так? Почему нужно так сложно? Дело в том, что реальность состоит из процессов. Процесс это последовательные изменения. Последовательные изменения, они возможны только при двух составляющих. Первое это новое и второе это правило. Есть две составляющих, из которых состоит весь наш мир. Это старое, то есть правило, что-то устоявшегося и что-то, что происходит новое. Не может быть новое без старого и наоборот. Эти два принципа еще мы можем назвать прошлым и будущим. На стыке прошлого и будущего образуется реальность. Это то, что мудрецы называют качество доброты или милосердия Всевышнего и качество справедливости Всевышнего. Есть два качества, которые они в принципе противоречат, но они находятся в симбиозе. Потому что каждый из этих качеств самостоятельно не может творить реальность. То есть Бог в нашем мире проявляется через два качества. Это доброта и справедливость. Потому что сама по себе справедливость, сама по себе законность, она бесплодна. Не хочу никого обидеть, но возьмите пример Швейцарию. Они очень пунктуальны, у них все по закону и так далее. Но когда Швейцария была двигателем прогресса, что они там нового придумали, сложно вспомнить. Потому что правила и законы еще ничего нового не создали. С другой стороны, просто креативность без знания каких-то правил, она тоже далека от творения. Если я буду что-то придумывать, но не умею, не знаю как, у меня есть какие-то идеи, но я не знаю правил, соответственно, я ничего не смогу построить. То есть вот именно вот эти два качества Всевышнего, справедливость и милосердие, доброта, вместе они создают. Таким образом, они реализуются через единство противоположностей в мире. Мир, состоящий из единства противоположностей, для того, чтобы в нем сконнектиться с вечностью, которая уходит с одной стороны в прошлое, с другой стороны в будущее. Для того, чтобы присоединиться, мне нужно, при помощи рождения ребенка это происходит, правильно? Я таким образом даю продолжение, таким образом я как бы вношу себя в историю. Для того, чтобы внести в себя историю, состоящую между прошлым и будущим, это может произойти только при помощи объединения двух противоположных организмов, которые вместе образуют более сложный и общий организм. В следующих уроках мы обязательно расскажем вам, как пользоваться этими принципами и как практически, какие выводы мы можем для этого сделать. Следите за публикациями и наслаждайтесь отношениями.